МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Ровно два месяца назад мы с вами говорили о банкротстве внешпромбанка, самым крупным в новейшей истории России. А за это время стали известны очень интересные подробности этого события. Во-первых, сумма, украденная владельцами банка, президентом Федерации Бобслея и скелетона России Георгием Баджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, выросла до полутора миллиардов долларов. Во-вторых, выяснились некоторые весьма любопытные подробности биографии основного владельца. Георгий Баджамов оказался Георгием Баджамо, сыном убитого в 1995 году лидера ассирийской преступной группировки Авдыша Баджама по кличке Алик Ассирийский. Алик крышевал московские казино. Вот оттуда его сын после убийства отца и наскреб 6 миллионов рублей для уставного капитала внешпромбанка. В совет директоров внешпромбанка сразу же вошла Елена Лирина, тогда же жена депутата, а затем министра по налогам и сборам Российской Федерации Георгия Босса. В интервью корпоративной газете Маркус рассказывал, что завязало многие знакомства во время работы в Московском акционерном банке, в наблюдательном совете которого был экс-министр транспорта и гендиректор Совкомфлота Сергей Франк. Внешпромбанк быстро сработался и с нефтяниками. Сначала его клиентом стала страховая компания «Плато», принадлежащая знакомому руководителю зарубежнефти Николая Токарева, Владимиру Кушнареву и его жене Татьяне. В 2000 году Токарев пригласил Кушнарева в зарубежнефть своим первым замом по финансам, и вскоре нефтяная компания стала акционером ВПБ. Кушнарев с супругой и сами были клиентами внешпромбанка. За 10 лет Маркус познакомилась со многими чиновниками и политиками. Не было, наверное, ни одного депутата Госдумы из финансово-экономических комитетов, который бы ее не знал. Сын бывшего первого зампреда Госдумы, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, Петр, даже стал трейдером внешпромбанка. Сын Артура Челенгарова, полярника и члена Совета директоров транснефти, Николай, стал миноритарным акционером внешпромбанка. В 2009 году внешпромбанк выиграл тендер и начал обслуживать транснефть. К тому времени компанию возглавил тот же Николай Токарев. А в 2015 году он уже входил в 50 крупнейших банков страны. Его 20-летняя история успеха завершилась в 2015 году. И без участия транснефти тут не обошлось. Центробанк заподозрил, что часть кредитов выданы подставным компаниям и потребовал до начислить резервы более 6 миллиардов рублей. Предписание ЦБ и последовавшая осенью 2015 года попытка транснефти получить из банка часть своих средств стали серьезными ударами по внешпромбанку. Маркус сказал, что таких денег нет. Поклялась вернуть, но обещание, как водится, не сдержала. ЦБ ввел во внешпромбанке временную администрацию 18 декабря. А на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничество. Президент Федерации Бобслея Георгий Бенджамов скромно уехал на свою виллу в Монако. Большинство звездных клиентов приходили через Маркус. Многих привел и первый вице-президент Сергей Рязанцев. Он женат на дочери Ольги Плешаковой, бывшей владелице компании «Трансайро», возглавляющей «Трансайро Тур». Рязанцев был завсегдатаем светских мероприятий. В частности, регулярно посещал клуб поющих политиков и бизнесменов, где свои песни исполняли вице-премьер Дмитрий Рогозин вместе с женой, министр строительства Михаил Мень, депутаты Госдумы Иосиф Кобзон, Сергей Железняк и Светлана Хоркина. Внешпромбанк был спонсором гольф-турниров, которые организовывал Министерство иностранных дел. Тоже державшее в банке 6 миллиардов рублей и даже миноритарием Внешпромбанка был брат посла на Украине Михаила Зурабова Александр. Серьезным аргументом для политиков и бизнесменов было наличие у банка таких клиентов, как Транснефть и Роснефть. Помимо процентных выплат по депозитам, ВИП-клиенты получали бонусы наличными до 5%. ВПБ щедро одаривал крупных вкладчиков. Только на элитный алкоголь для себя, друзей и партнеров Биджамов тратил свыше миллиона долларов в год, а его выбором и покупкой занимался специальный сотрудник. Банк покупал для клиентов произведения искусства на аукционах Сотбис и Кристис. В хранилище банка хранилась знаменитая картина «Зебра» самого Энди Уорхова. Украденные из банка полтора миллиарда евро, брат с сестрой потратили на элитную недвижимость в Монако и Швейцарии, на самолеты и яхты. Самая дорогая яхта «Эстер-3», вы видите ее на экране, стоит около 73 миллионов долларов. Яхта позволяет с комфортом в шести люкс-каютах разместить 12 человек. Также на ней есть тренажерный зал, площадка для вертолета, спа и бассейн. Она отделана дорогими породами дерева, позолоты и элементами бронзы. «Эстер-3» стала финалистом множества престижных яхтенных премий и победителем премии «Монако-яхт-шоу». Аферу ВПБ можно, конечно, рассматривать как привет из лихих 90-х. Но за 20 лет Центробанк и правоохранители могли рассмотреть, что там происходит за шикарной вывеской. это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся.